Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я покажу, как происходит генерация ТТН в новой почте из Google Таблиц. Для генерации ТТН вам нужно создать связь Google Sheets Новая Почта. В таблице должны находиться необходимые данные для создания новой ТТН. При появлении в таблице новой строки будет создана новая ТТН. После автообновления связи данные из таблицы будут перенесены в соответствующие поля ТТН. И в личном кабинете новая почта автоматически появится новая ТТН. Сейчас я покажу, как создать и настроить такую связь в системе Apex Drive. Кликните создать связь и выберите систему, откуда будут передаваться данные в новая почта. В данном случае нужно выбрать Google Sheets, но это может быть любая система из доступных у нас. Далее необходимо указать действие «Загрузить строки новые», чтобы при появлении новой строки создавалась ТТН. Далее необходимо выбрать логин Google Таблиц, который был к нам подключен. Чтобы подключить Google Таблицы, следуйте рекомендациям в нашей справке. Выберите необходимую таблицу и лист, где хранится информация для создания ТТН. Выберите строку, с которой нужно начинать генерацию ТТН. Если в таблице уже есть строки по созданным ТТН, то выбрать нужно номер строки после них. Вы можете использовать фильтр, например, чтобы создавать ТТН только для наложенного платежа. На этом этапе система подгрузит данные по одной из строк вашей таблицы для примера данных. Источник данных настроен. Теперь необходимо настроить прием и выбрать систему «Новая почта». Теперь нужно выбрать действия, например, создать ТТН отделение отделения, чтобы отвозить посылку на отделение, а получатель забирал ее в своем отделении «Новая почта». Далее необходимо выбрать ваш логин «Новая почта», который был к нам подключен. Чтобы подключить аккаунт «Новая почта», следуйте рекомендациям в нашей справке. Теперь необходимо заполнить соответствующие поля в настройках «Новая почта». Обратите внимание, что пока не создано никаких ТТН в личном кабинете «Новая почта». Последовательно выберите необходимые настройки полей для создания ТТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Новая почта». Теперь необходимо указать, в какой колонке содержатся нужные значения для этого поля. В выпадающем списке выберите нужную колонку и она будет назначена в виде переменной. Аналогично нужно поступить и с другими полями, которые будут меняться для каждой новой ТТН. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь укажите сумму наложенного платежа, которая также может быть в виде переменной. Теперь можно проверить правильность заполнения полей согласно тестовых данных из Google Таблицы. Если все правильно, нажмите «Отправить тестовые данные в новая почта». Проверьте созданную новую ТТН в личном кабинете «Новая почта» и сравните с данными в таблице. Если все правильно, нажмите «Далее», чтобы продолжить настройку и включить автообновление. Синий переключатель свидетельствует о том, что связь запущена и новые строки из таблицы будут передаваться в виде ТТН в новая почта. Перейдите к настройкам связи, чтобы выбрать необходимый интервал обновления. На этом все. Спасибо за внимание и удачи! Продолжение следует...